Под бодрое мычание, под дружеское ржание в Чувашии демонстрировали ценные породы сельскохозяйственного скота. Сегодня в нашем регионе открылась выставка племенных животных. Ольга Пырочкина с подробностями. Эти модели ходят вовсе не по подиуму и параметру этих симпатичных телочек совсем не 90-60-90. Здесь свои критерии красоты. Смотр коров – одно из мероприятий, которые проходят в рамках выставки племенных животных, то есть тех, которые предназначены для продолжения рода, ну или в данном случае воспроизводства породы. Крестьяне издавна отбирали себе животных, чтобы они были продуктивные, высокопродуктивные, и отличались крепким здоровьем своим, и долго служили. И вот с древних времен крестьяне занимались селекцией животных. Здесь целые палитры животных, птиц и зверей. По заверениям специалистов, стоимость хорошей племенной коровы вполне сопоставима с анамаркой, а в некоторых странах даже с самолетом. Посмотреть на такое богатство приехали и представители других регионов. Я смотрю, вы здесь совершенствуетесь. Вот это направление очень важно. Сегодня мы постараемся все, что хорошее, вас перенять и внедрять в нашу Нижегородскую область. Познакомились посетители с перспективными породами среди мычания, бления, ржания и звонкого кукарекания. Впрочем, были на выставке и те представители фауны, которые вели себя тихо, к примеру, карпы. Кстати, как уверяют специалисты, в этой рибе на 13% меньше костей. И это тоже благодаря селекции. Всего в выставке поучаствовали более полусотни сельскохозяйственных предприятий. В нашей рыночной экономике конкуренция возрастает. И если мы не будем в этом направлении двигаться, увеличивать количество племенных хозяйств, увеличивать поголовье племенного скота в республике, то мы можем отстать от других регионов. Поэтому эту задачу мы перед собой ставим, чтобы племенные хозяйства смогли продавать скот, а хозяйства другие, оценивая этот скот, видя его, могли принимать решения для приобретения этого скота. В следующий раз посмотреть на лучших представителей сельхозпород можно будет в 2015-м. Выставка проводится раз в два года. Ольга Перочкина, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин